Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вместо одного коня целых два. В мэрии определились, как должен выглядеть новый герб Барнаула. Ухудшение эпид-обстановки или куда еще хуже? Какие прогнозы дают эксперты региона на эту осень? Как пройдет первое сентября в школах края и грозит ли ученикам дистант? Вместо одного коня целых два. Спустя месяц дискуссий в мэрии Барнаула все же определились, каким должен быть герб города. Напомним, старый символ краевой столицы не соответствовал нормам геральдики и на государственном уровне признан не был. А каким будет новый герб, смотрите в нашем следующем сюжете. Герб убрать нельзя оставить. Об этом все лето спорили общественники. Что делать с конем в верхней части герба Барнаула, который некогда обозначал принадлежность города к Томской губернии? И как вообще должен выглядеть современный символ краевой столицы? Обсуждали достаточно бурно. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный, скажем так, герб. Но это не было проведено в жизни и сегодня снова встал этот вопрос. Спустя месяц дискуссия общественная комиссия при мэрии Барнаула все же выбрала итоговый вариант. С центральной части конь по закону геральдики действительно исчез. Но вместо него появились целых две лошади с золотыми копытами. Отныне они станут щитодержателями. Среди горных пород, стоящая на зеленой земле, серебряная, дымящая, плавильная печь. Мы ушли от термина доминная печь, которая использовалась, потому что доминная печь использовалась при производстве чугуна. В Алтайском крае чугун никогда не производили. Почему в зитоконе? Ну это как символ того, что мы все-таки принадлежали Томской губернии. Кроме того, герб будет еще и в трех вариантах. Малый, то есть просто французский щит. Средний с лавровым венком, обозначающий статус административного центра. И парадный. К слову, новый герб, по словам чиновников, не станет поводом уничтожить старый со зданий и бумаг. Мы с вами видим до сих пор на многих наших зданиях изображение герба Советского Союза. Где-то РСФСР. Это что же правда? Ну и здесь никто ничего и не будет этого делать. Мы же говорим об официальном использовании уже нових утвержденных символов. И постепенно эти печати заменятся, связанные с износом и так дальше. Однако история с гербом еще не закончена. Новый официальный символ города еще пройдет обсуждение в общественной палате. А затем его должны будут принять депутаты городской думы. Анара Шагирова. День с толком. В Алтайском крае на ближайшее время прогнозируют ухудшение эпид-обстановки. Помимо коронавируса уже с сентября ожидается волна сезонных заболеваний. ОРВИ и гриппа. Есть опасения, что у системы здравоохранения снова возникнут сложности. И прошлогодняя ситуация с наслоением одной инфекции на другую повторится. О сегодняшней эпид-обстановке и о том, какие меры профилактики планируют предпринять для снижения риска распространения инфекции, расскажет София Яценко. На сегодняшний день в Алтайском крае от коронавирусной инфекции прививается более 600 тысяч человек. Из них 130 тысяч получили первую прививку, остальные привиты полностью. Также повторную вакцинацию прошли 1126 человек. Но таких показателей для борьбы с ковидом-19 явно недостаточно. Для того, чтобы минимизировать рост заболевших коронавирусом, в регионе должны привить около 1 миллиона из 100 тысяч человек. На данный момент привита лишь половина. И несмотря на легкое снижение темпов заражения, третья волна отступать пока не спешит. На сегодня она не закончилась. Она имеет еще свое развитие. Поэтому я думаю, что уровень заболеваемости будет регистрироваться. Он будет еще в сентябре. Но посмотрим, как наши вакцинальные компании сработают. И тогда уже по итогу, наверное, ориентировочно ноябрь-декабрь, нам будет хотя бы примерно понятно, куда мы найдем. На сегодня пока еще ситуация сложная. Ситуация осложняется и тем, что с сентября ожидается всплеск сезонных заболеваний. Эпидемиологи опасаются, что наслоение одной инфекции на другую может привести к серьезным последствиям. Для того, чтобы снизить заболеваемость, у нас должна быть и стабилизировать цифры, не допустить взрывного характера развития именно эпидемической заболеваемости. Конечно, в данной ситуации единственным правильным, эффективно управляемым механизмом являются только прививки. Ничего больше человечество еще не придумало. От гриппа планируют привить полтора миллиона жителей края. Вакцинировать начнут уже со следующей недели. По словам специалистов, выполнение прививочного плана – это единственный шанс на то, чтобы избежать плачевных последствий и снизить показатели прошлой осени. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о прохождении ПЦР-теста. Предварительно установлено, что две жительницы Барнаула продавали поддельные ПЦР-тесты на COVID-19. Медицинское заключение об отрицательном результате полиция обнаружила у трудового мигранта. На нем были реквизиты частной лаборатории, которая данную справку не выдавала. Полиция изъяла свыше ста поддельных справок. Стоимость незаконной услуги составляла от 6 до 10 тысяч рублей. Теперь дельцам грозит наказание до двух лет лишения свободы. А теперь к другой теме. Опять сдвинутые сроки. Приступить к ремонту моста на новом рынке пытаются уже не первый год. Еще шесть лет назад прокуратура выставила представление о необходимости работ. Однако с того момента аварийное сооружение так и осталось нетронутым. После участия в нацпроекте реконструкцию обещали начать в 2022 году, но опять перенесли на неопределенное время. Подробнее в нашем сюжете. Мосту на новом рынке уже почти 70 лет и на данный момент он находится в аварийном состоянии. Капитальный ремонт, на который планировали потратить почти полтора миллиарда рублей, перенесен на неопределенный срок. Напомню, дорогу здесь хотели расширить до шести полос и создать зону для пешеходов. Весь процесс должен был занять не менее двух лет. Для того, чтобы дать рабочим возможность избавить город от бутылочного горлышка, личные автомобили и автобусы должны были уйти с проспекта Ленина на проспект Калинина, трамваи на проспект Челюскинцев, а для троллейбусов планировали оставить лишь возможность разворота недалеко от торгового центра «Пионер». Несмотря на благозвучность предложений, это бы вынудило людей совершать пересадки. По статистике, мимо нового рынка проезжает почти 50% пассажиров электротранспорта. Однако причина переноса реконструкции в другом. Причина переноса только финансирование, то есть даже не переноса. Если деньги поступят в текущем году, допустим, или будут подтверждены в текущем году, то работа будет начата в следующем году, как и планировалось. То есть, вначале, ну, идет пока определение источника финансирования. В планах ведомства, помимо средств краевого бюджета, привлечь еще и федеральные источники финансирования. На данный момент ведется корректировка проектно-сметной документации, которая может продлиться до весны 2022 года. Однако, говорит Дмитрий Симоненко, двухгодичному ремонту быть, и это лишь вопрос времени. Но готовы ли барнаульцы несколько лет ждать открытия моста и мириться с неудобствами, мы спросили на улицах города. Мост не позволяет проехать всем автомобилям, которые нужны. Уже каждое утро пробка, постоянно здесь бутылочное горлышко. Не только реконструировать, но и расширять надо, я думаю. Ну, у нас же дополнительных маршруток всего хватает. Сейчас с любой точки, с любого конца города уехать можно. Мне кажется, не сильно это отразится. Дело в том, что хочешь ты и не хочешь, все равно надо делать, чтобы пробок не было. И поэтому новый мост, конечно, необходим. Ну, есть же другие люди, у кого необходимость. У кого, допустим, кто вот именно здесь должен ехать, у него другого пути нет. Тогда как им ехать? Варианты обхода закрытого участка разрабатывали выпускники технического университета. Среди их предложений создание нового автобусного маршрута и выделенные полосы для автобусов на проспекте Калинина. Однако пока что их наработки не были применены в документации. Тем временем состояние моста продолжает ухудшаться. Но это не должно сказаться на стоимости реконструкции. На стоимость реконструкции путепроводов это никак не повлияет, потому что проектной документации предусмотрен полный снос существующих путепроводов, строительства новых. То есть состояние существующих путепроводов на это уже никак не влияет. После утверждения документации время ремонтных работ необходимо согласовать с РЖД. Ведь под мостом продолжат ходить поезда и электрички. Именно это в ведомстве помимо финансов называют одной из основных причин столь длительной реконструкции. Остается верить, что этот 70-летний мост дедушка все же ее дождется. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Один ребенок погиб, двое госпитализированы. В Алтайском крае водитель при обгоне сбил сразу трех детей. Авария произошла накануне в Тюменцевском районе. Водитель иномарки 75-го года рождения при обгоне выехал на встречку. Он не справился с управлением и наехал на детей. Девочка 2013 года рождения скончалась в машине скорой помощи. Еще два ребенка получили травмы. Их госпитализировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Продолжаем выпуск. Жительница Барнаула, у которой ребенок пострадал от столкновения с электросамокатом, призывает обратить внимание на безопасность движения. Но не на дороге, а на тротуаре. Об этом пришлось говорить, как только в городе появился кикшеринг – сервис проката электросамокатов. В теме разбиралась моя коллега Елена Кукина. Рассеченная бровь и ушибы. Пятилетний Степа катался на велосипеде на улице Молотобольская. Ничего не предвещало беды, пока с ребенком не столкнулся подросток на электросамокате. Мальчик попал в больницу. Но даже несмотря на это, мама Степана заявила, претензий к сбившей девочке не имеет, а столкновение было просто с течением обстоятельств. Женщина обратилась к общественности, поскольку уверена, для электросамокатов необходимы специальные зоны, а арендодатели должны нести ответственность за пользование девайсом. Я обратилась в паблики с посылом на то, что необходимо создать удобную среду в городе именно для средств продвижения личных. Это для велосипедов, для электросамокатов, велодорожки. И считаю, что частично ответственность за это нужно возлагать на собственников, на арендодателей. В актуальной редакции ПДД самокат не транспорт, а средство индивидуальной мобильности. Его владельцы могут использовать велосипедные и пешеходные дорожки. При этом скорость не должна превышать 20 км в час. В правилах дорожного движения написано, что передвижения как велосипедистов, так же и на самокатах, не должны создавать угрозу для движения других участников дорожного движения, пешеходов. Использовать защитную экипировку управляющим самокатами, так же как и велосипедистам, соблюдать скорость. Но человеческий фактор, ямы и неумение действовать в экстренных ситуациях берут свое. Барнаульцы жалуются, в городе не хватает велодорожек и специально отведенных мест для самокатчиков. А детей горожане советуют либо обучить безопасной езде, либо держать подальше от самокатов. Если ребенок не умеет кататься на электросамокатах, то не стоит даже пробовать. Бывают случаи, когда очень близко подъезжают, и это очень небезопасно для окружающих людей. Тут уже, можно сказать, как проблема у самих людей, которые дают кататься, что они подвергают риску своих детей и других. Либо это какие-то скейт-парки, либо это полосы, если они хотят просто ехать куда-то. Но у нас велодорожек-то нет. Велодорожки были бы хорошо и для того, и для другого. Вот мы были в Красноярске, там такое есть. Там такое есть супер. И для автобусов есть. Да, и для автобусов вообще шикарно. Так есть ли в Барнауле место электросамокатам? Пока это нерешенный вопрос, потому что такое новое развлечение для города, как кикшеринг, требует специальной инфраструктуры, но ее в Барнауле нет. Случай со Степой, который закончился еще счастливым концом, доказывает, пора бы задумываться не только о бизнесе, но и о безопасности детей. Елена Кукин, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в Барнауле начали выяснять, чье молоко лучше. Речь идет не о кормящих мамочках, а о производителях из Барнаула, Кемерово, Новосибирска и не только. В краевой столице стартовал конкурс «Молочные продукты Сибири-2021». Конкурс проходил на базе Международного колледжа сыроделия. Прежде чем отдать йогурт или какао жюри, студенты угадывали, кому на этот раз достанется золото. На фестивале свой товар представило более 25 молокоперерабатывающих компаний. Это 100 образцов мороженого, кефира, сметаны и других молочных изделий. Профессиональное жюри попробовало все. Для них сегодня важно соответствие продукта ГОСТу. Чтобы судейство оказалось максимально честным, имена конкурсантов заменили цифрами. Какие марки оказались на пробе, не сказали даже журналистам. Узнаем их только завтра, когда объявят имена победителей. Участникам это дает понимание своей продукции, насколько высокий уровень. Потому что эксперты у нас достаточно серьезные сидят, и очень высокого уровня, специально имеющие образование. Я хочу сказать, что оценка, полученная в Край, высоко ценится по уровню оценки, полученной даже в Москве. К другой теме. Во время учебы в школе у ребенка может упасть зрение процентов на 7. Об этом бьют тревогу алтайские врачи. Сегодня они обсуждали, как подготовить школьника к новому учебному году, чтобы сохранить его физическое и психическое здоровье. Подробнее расскажет Маргарита Гартунг. Не только форму, обувь и вес рюкзака стоит учитывать при подготовке к школьнику к новому учебному сезону. Психологи утверждают, не менее важно подготовить ребенка к школе эмоционально. Это процесс не двух-трех дней, когда осталась одна неделя у нас до первого сентября, и мы все вдруг решили их подготовить к школе. Нет, это процесс длительный, и он достаточно физиологический, и его нужно начинать, наверное, этот процесс с раннего детства. Современные дети и гаджеты – вечная проблема не только для родителей, но и для самих детей. Автальмологи по-прежнему считают, что телефоны и планшеты – главные враги глазного яблока. И чем позже ребенок познакомится с чудом техники, тем лучше. Вот если мы имеем перед школой 3% детей со сниженным зрением, то ученики, которые заканчивают школу, уже имеют 15-20% с нарушенным зрением. Получается, в 5-6, а то и в 7 раз дети теряют зрение. Количество детей с нарушенным зрением увеличивается. Так это те дети, которые, увы, реальность наблюдаются. А чтобы школьные годы не запомнились по ходу мегастроэнтерологу, врачи советуют соблюдать здоровую диету. В учебных заведениях школьников обеспечивают здоровым и правильным питанием. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы и дома школьник питался здоровой пищей. Питание ребенка должно быть обязательно разнообразным. Обязательно включать фрукты и овощи. Обязательно включать мясо и рыбу. Обязательно включать молочные продукты. Обязательно включать злаки, чтобы крупы были там, твердые сорта. Обязательно. Правило второе. Питание должно быть регулярным. С раннего детства нужно ребенка приучать, чтобы он основные приемы пищи принимал в одно и то же время. И с перерывом не более четырех часов. А пока у школьников и их родителей есть последние дни лета, чтобы насладиться каникулами. Новый учебный год начнется уже в следующую среду. Маргарита Гартунг, Алексей Фризин. День с толком. Тем временем, пока у родителей школьников еще остаются вопросы, как дети будут учиться в новом учебном году в связи с затянувшейся пандемией, ждать ли дистант и как пройдет первое сентября в барнаульских школах. Еще немного и в этих коридорах вновь зазвучит детский смех, а для кого-то прозвонит первый школьный звонок. До первого сентября осталась ровно неделя. Между тем у родителей в голове куча вопросов. Каким будет этот очередной год и ждать ли снова детям дистанционного обучения. Начать новый учебный год в школах края планируют в штатном режиме. Первого сентября пройдет традиционная линейка. Что касается уроков, то дистанционного или, как нас поправили в Минобре, удаленного обучения пока не предвидится. Но и к нему возможно вернуться, если осенью увеличится количество больных COVID-19. А пока будут использовать опыт прошлого года. Будет соблюдаться и ступенчатое расписание. Точно так же мы планируем кабинетную систему. То есть для того, чтобы дети в меньшей степени контактировали друг с другом, вот эта схема будет предложена на 1 сентября. Ступенчатое расписание предполагает, что у одной части школьников занятия будут начинаться на 15 минут раньше, а у другой, соответственно, позже. Согласно кабинетной системе, когда все уроки у класса проходят в одном кабинете, учителя-предметники будут сами приходить на урок. В целом же процесс обучения будет мало чем отличаться от предыдущих лет. Все та же рассадка школьников по два человека за партой, маска по желанию и, конечно же, обязательная обработка рук антисептиком перед входом в класс. Что касается вакцинации от COVID-19, то в Министерстве образования и науки региона подчеркивают, она была и остается добровольной. Однако уже к началу учебного года, то ли из-за сознательности, то ли от иных факторов, половина предсостава края уже оказалась привита. Подготовка к школе в Алтайском крае тем временем продолжается. В этом году только в первый класс пойдут около 30 тысяч детей. И если позволит эпидобстановка, эти первоклассники никогда не узнают, что такое дистант в школе. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Лебеди из шин, подделки из бутылок и странноватые скульптуры. Все это украшает наши дворы примерно с середины прошлого века. Коммунальные арт-объекты и по сей день заполняют дворы и улицы городов, и Барнаул не исключение. Как правильно понимать же карты, является ли он искусством, разбиралась Маргарита Гартунг. Декор и благоустройство, безусловно, важная часть эстетики города. Однако, наряду с обычными украшениями придомовой территории, существует загадочное явление, в народе именуемое коммунальным артом. Это ироничное название объединяет в себе уникальные творческие решения и трэш-подделки из шин, бутылок и буквально всех предметов, которые попадаются под руку. Такие малые архитектурные формы в интернете уже давно прозвали ЖЭК-арт. Таких белочек, зайчиков и мишек уже давно можно увидеть по всей России, и Барнаул это не исключение. Но если кому-то такие скульптуры кажутся милыми и забавными, то для кого-то выглядят даже немного жутковато. В основном ЖЭК-арт создают местные жители, но иногда стремление украсить двор исходит от коммунальных служб. Когда сотрудники ЖЭКа берут власть в свои руки, во дворах появляются бетонные статуи, которые, по идее, должны веселить местных ребятишек. Но архитектор Александр Дерин говорит, что такой пережиток советского прошлого только портит внешний вид местных дворов. Это не то, что не развивает вкус людей, вообще вкус к жизни, к удовольствию, они просто порождают какой-то не то, что хаос, это просто на все это грустно смотреть. Поэтому, конечно, этим, по идее, должно быть, мне кажется, так. Нужно начать с чего? Должен быть вообще разработан дизайн-код. Дизайн-код города. Дизайн-код, возможно, отдельных районов. Должна быть каталогизация вообще малых форм, которые... Это должно быть прописано, возможно, в правилах благоустройства города. В Барнауле целое множество дворов, которые украшены мастерством местных жителей. Например, один из них – двор на Чехачева-14. Он даже попал в видеоролик блогера-урбаниста Андрея Елбаева. Но недавно коммунальные службы посчитали двор опасным для уличных игр. И все аттракционы оттуда убрали. Второй мой любимый кейс – это Барнаул, улица Чехачева-14, где Владимир Бутуков, бывший военный офицер, построил площадку из подручных материалов. То есть он рассказывал, что он ходил по гаражам, по знакомым, собирал старые рули, материальные машины, нерабочие телевизоры, какие-то деревянные вставки, бревна. И он рассказывал очень забавно, что бывший военный офицер приказал себе сделать так, чтобы, смотря в окно, он восхищался тем, что дети лазят по его, собственно, сделанной спортивной площадке, то есть детской площадке. Он так и сделал, выполнил приказ. А этот двор на Нахимова-8 – вообще местная легенда. Здесь жительница Татьяна уже семь лет занимается благоустройством придомовой территории. Однажды подумала, что детям будет скучно гулять на обычной площадке с качелями, и начала творить. Со временем Татьяну поддержали соседи и помогли украсить двор. Детям вообще как нравится. Детям нравится, когда ветерок, они колышутся, а маленькие это само подходят, рассматривают, трогают. Жек-арт – это направление, где нет эстетики и форм. Нередко эти странные скульптуры становятся героями мема в соцсетях. Но, может быть, пора уже уйти от этого замысловатого творчества. Маргарита Гартунг, Александр Антропов, Александр Лизратов. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова